Перевод ведических текстов, он и начинается с того, что вы впервые видите текст, который вы раньше никогда не видели. И вам нужно определить, что с ним делать. Если просто на него смотреть и ждать во море погоды, то как бы ни моря, ни погоды не будет все равно. Более того, пока возле ведического текста сидеть и ждать во море погоды, любое уже море на земле высохнет, и земля сама будет сожжена солнцем через столько миллиардов лет. Ну, то сложно столько перекладывать в такие здоровые тексты? Ну да. Поэтому по этой штуке надо направляться. Поэтому нужно смотреть на текст и видеть. Ага, это знаю, это не знаю. Это могу предположить, а это могу попытаться предположить. А на основе общего предположения могу предположительно озвучить текст и попытаться проверить, будет ли в нем смысл. И изучить, а насколько смысл соответствует текстам, текст со смыслом, прогонять в сознании кучу симуляций данного вопроса, пока не выйдет окончательный вариант. И пока этот окончательный вариант не будет идеальным. Где-то так. Ну, у вас-то доброе выходит. Да не важно, что у меня выходит. Я говорю за друг друга.